Приветствую всех древних и новых богов, с вами Фен, сегодня мы пооткрываем паки за прошлый ивент, сейчас уже стартовал новый ивент, но я все как-то задержался с этим опенпаком, заодно посмотрим что мне там выпадет, поговорим про прошедший совет смертных, который прошел так себе, немножко это отметим, ну и конечно еще что-нибудь да пообсуждаем, поэтому обязательно влепите лайк, подпишитесь на канал, напишите комментарий там, не знаю, и вступайте в наш паблик Google Ads, где собственно публикуются все самые актуальные новости, идут розыгрыши там, конкурс например на мемасы, хотя он наверное уже закончится, когда видос выйдет, но тем не менее, есть другой там розыгрыш, поэтому тоже заходите и участвуйте, будем рады всем, ну а мы пойдем открывать паки славские. И так ивент был отыгран в целом хреново, но собственно все как обычно, но мне хотя бы простые паки тоже бы посмотреть, о виспер барон, это хорошая картонка, на самом деле я примерно отыграл на всех аккаунтах так, чтобы залутать где-то по 3-4 пака NFT, да, и больше даже там не играл, чтобы не слетать с рейтинга, короче, особо даже не парился насчет ивента, просто там полутал картонки и в основном фармил готсы, поэтому, поэтому так и получилось, что, о, ферфлэмблейд, пойдет, я сейчас радуюсь любым даже плейн картам, потому что их достаточно выгодно сейчас на маркете продавать, то есть ты крафтишь и можно прям дорого продать, потому что все собирают шайни карты, чтобы потом добавить, да, себе в колоду, получить буст на дейликах, которые вот сейчас прям уже должны в конце этого месяца ввести, потому что, потому и ивент уже, да, вот этот сейчас последний ивент, который идет, на нем больше не будут давать готсов, точнее, в этом еще дадут, а в следующих уже не будут давать готсы, и готс мы будем получать только за счет фарма дейликов каждый день, да, и, соответственно, чем больше и дороже у тебя карта в колоде, тем больше тебе будет даваться буст вот этих процентов, фрагментов, которые там ввели, ну, у меня есть отдельный видос, можете посмотреть на канале, там я это подробно рассказываю, так, ну и пошел первый анефтишный пак, плэнзи хант, рекол, рекол, реклайм, точнее, ну, тут понятно, все как обычно, ну, ни на что, на самом деле, не надеюсь, что в этих паках что-то выпадет, но, если я хочу хоть что-то интересное, будет нормально, ну, пенумбра, ну, тут тоже ничего такого, но, с другой стороны, эпики падают, хотя эпики в игре, конечно, есть супер дешевые, эпический пак, нормально, у меня в итоге получилось вот реально где-то там по 3-4 анефтишных пака залутать за ивент, и я считаю нормально, о, мобалайз, кстати, у меня, по-моему, есть 4 штуки, и, соответственно, может быть, шадов-версию сделать и скрафтить, курсы тоже очень хорошо, потому что, ну, есть догадки, что ее, возможно, понерфят, но на самом деле, хорошая картонка именно для форджа, потому что, ну, парочку карт прикупил, условно говоря, с маркета, парочку у тебя вот выпало с паков, ты их скрафтил, продал там, типа, за полтора доллара, поэтому нормальная тема, то же самое с мобалайзингом, там, по-моему, шадов-версия, может, где-то доллара два стоит, что-то такое, поэтому кайф, еще немножко паков за level-a, но это я уже после ивента играл, видимо, мне еще тут немножко что-то надавали, понятно, все фигня полнейшая, легендарный пак, да, кстати, пак, который мы не открыли на стрим, кстати, приходить на стримы, но у меня там часто казик, но я пытаюсь сейчас побольше год там подстримливать, так что же заходите на мой твич анал и этот самый мониторить, когда там стримы, ну, все, на самом деле, в телеграме обычно оповещается, когда у меня там стрим блок игуар пойдет, и ульфгар, ну, срань полнейшая, хотя сейчас многие играют на на таком неком медовом войне, да, через эти соул, как они, ну, шестерка, которая дает там плюс к атаке и, типа, взрывает стол оппонента, может быть, ну, что-то не думаю, даже мне кажется, вот в колоде на викингах все равно какая-то шляпа, честно говоря, ну, ладно, лего есть лего, может быть, когда-нибудь выпадет вторая копия, я, конечно, хотел себе Мерика, чтобы в аградис это засунуть, но не повезло, не фартануло, ну, здесь тоже такой себе пакт, короче, в целом особо новостей каких-то нету, все мы по факту обсудили там в другом ролике, последняя там самая основная новость, это то, что вышел, ну, ввиду дейлики, да, а по остальному все, ну, ничего такого, единственное, это вот прошел первый, наконец-то, совет, в котором там люди из народа, которые тут собирали месяц или даже больше всякие, что им не нравится в игре, все это скомпонировали и пришли к разработчикам, такие, давайте делать по-другому, но получилось там так себе, я смотрел запись, там час примерно выделили времени, да, разрабы на вот эту вот всю историю, и при этом, ну, вообще ничего не сказали, то есть, ну, вообще ничего, ну, там максимально по мелочи было сказано, мы писали, кстати, в телеграме тоже пост сделали, ну, я делал об этой всей теме, я даже написал там одному из тех, кто сидит в этом совете, один из самых таких активных пацанов, и он сказал, что, ну, мега типа недоволен тем, что, ну, какой смысл в этом совете, если вы вообще не слушаете, а просто типа юлите, да, они весь вот этот вот, ну, там была прямая трансляция на дискорде, да, и они весь просто вот этот вот стрим юлили, как могли, просто вообще не давали никаких прямых ответов, только какие-то обобщали что-то, да, типа, вот когда-то мы там это сделаем, бла-бла-бла-бла-бла-бла, все в таком духе, короче, отвратительно просто получилось, вообще никаких толком идей не было высказано, там был первый вопрос от Купер Питч, да, это такой тоже ютуб-деятель зарубежный, который предложил заблочить паки, да, чтобы их нельзя было минтить, потому что паки получаем с ивента, паки можно покупать, и из-за этого очень много трэша на маркете, и цена на карты, ну, вот этого последнего аддона очень сильно падает, и из-за этого он очень дешевый, нужно якобы закрывать доступ к этим пакам, типа, хотя бы через 3-4 месяца, а что было сказано, ну, мы, ребят, типа, мы пилим баланс, да, если мы его закроем, то мы балансить карту не сможем, поэтому извиняйте, то есть, с этим тоже делать ничего не будут, но сказали единственное то, что добавят какие-то новые картонки, которые будут завязаны на лоре, и вот Agent K, да, вот этот чувак, который сидит в совете, предполагает, что, скорее всего, это будут какие-то карты героев, да, потому что многие хотят собирать каких-то значимых героев игры, но их нельзя залутать, типа, как NFT-шных, условно, там, какого-нибудь героя обмана, да, или, там, ту же природу, то есть, вот этих вот героев, их нельзя, да, никак, типа, залутать, и чтобы они были у тебя в NFT-шной версии, и есть предположение, что сделают, как в Хейсе, да, вот эти вот карты героев, где там, когда вышел РЛТ, да, там, всех их убили, и что-то такое подобное, возможно, будет здесь, то есть, добавят новые, новых персов в виде карт, да, то есть, мы будем их разыгрывать, будет меняться наш персонаж, меняться его обилка, ну, или что-то такое, и они будут коллектабл, да, то есть, их можно будет собирать, и, возможно, это будет такой некий промо-сет с этими вот героями, возможно, там, обилки будут построены в каких-то архетипах, да, там, условно, вот сейчас, там, смерть с зомбями хорошо играет, условно, если ей туда еще вклинить, тоже смерть, и ее обилка будет как-то работать с зомбями, условно, там, не знаю, плюс один, плюс один давать зомби, да, ну, это, конечно, журновато, но, тем не менее, то есть, что-то такое, или, или там, условно, природа, которая играет с амазонками, но нет добора, да, и, условно, добавить обилку, которая, там, если у тебя есть амазонка, ты берешь карту, да, там, не знаю, за 2-3 маны, то есть, что-то такое, это можно было бы стунуть, да, и сделать эти архетипы посильнее, то есть, ну, почти у каждого класса есть какой-то такой архетип, который, вроде бы, мог бы играть, но ему чуть-чуть не хватает. Такая идея, что, возможно, вот этот вот, как раз то, о чем они говорят, уже давно они это заанонсили, что вот, мы готовим какой-то нереально крутой лор с крутыми, там, с крутыми картами, которые повлияют на цены, да, и, возможно, это как раз-таки оно. Ведут эти карты, эти карты побустят некие архетипы, да, которые завязаны будут на этом, на этих вот новых картах, и, соответственно, их цена будет расти. Может быть, но это всего лишь догадки, так сказать, тех, кто, тех, кто ждет хоть что-то хорошего в игре, ну, как-то так. Второй вопрос был про прозрачность аккаунтов, да, то есть, то, что можно зайти любую колоду, там, после катки посмотреть, кто против тебя играет, там, по нику отследить, даже, да, если, даже если вот ты играешь сейчас против кого-то, да, ты можешь его ник на Гудексе ввести, посмотреть примерно на какой колоде он играет, что не совсем честно, с одной стороны, но есть еще хуже варианты, да, это когда юзаются дег-трекеры, и ты прям с самого старта видишь колоды. Те, кто играет в Хардсона, ну, в Хардсона, они к этому привыкли, они знают, что есть такие программы, но далеко не все в ГОЦах вообще шарят за это, и даже далеко не все знают про Гудекс, то есть, ну, это вообще, на что было сказано то, что, типа, в ГОЦах открытый API, да, и это, типа, вот эта веб-3 разработка, мы тут не можем ничего скрывать, все дела, поэтому останется это все открытым, и, но, как-то давным-давно они сказали, что уже добавят в саму игру, то есть встроенный дег-трекер, но пока ничего, да, на этом они тоже ничего не сказали, но сказали единственное, что вот те люди, которые прячут ники, да, вот эти вот там вопросики, ну, я думаю, вы встречали там, квадратик ставят вместо ника или смайлик какой-нибудь, чтобы в Гудексе тебя, типа, не пробить было. Раньше так вообще было, нажимал, по-моему, Ctrl-F или какую-то такую там комбинацию, Ctrl-Alt-F, у тебя открывалась прямо в игре консоль, где ты мог прям посмотреть, то есть, айдишку против кого ты играешь, зайти на Гудекс, посмотреть его колоду и так далее. Но это, слава богу, убрали. И вот с этими никами сказали, что просто рядом будет теперь писаться айдишка, и теперь уже ты ник так просто не спрячешь. Ну, как бы, ну, вот, и хрен поймешь, вот что они обсуждали сейчас. Это все, что они обсудили. То есть, ну, там еще было, всего было заявлено 15 вопросов, а ответили на 5, ну, как на 5, на 2, и на 3 сказали, типа, да, 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 все будет. Ну, ну, как-то, как-то вот так получилось. Типа, третий вопрос был от Феонора, почему такие большие сборы на маркете, ну, они сказали, что, типа, там, корректировки идут со стороны имунтейбла, да, и поэтому мы тут как бы не брежем. И четвертый, пятый вопрос был про сервера, то есть, когда будут нормальные сервера, чтобы вот это вот не вылетали и так далее, сказали, что все сделают, да, да, да. И про прозрачность роудмапа, потому что они показали очень крутой роудмап, да, где там все прям показано, но дат никаких нет. То есть, вот где просто картинка, и а когда, а что, ни хрена комьюнити не понимает. Сказали, что да, 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 и все. Ну, вот, это основная новость, которая была за последнюю неделю, да, но ждем выхода деликов, и там будем смотреть. У нас уже есть там статья, есть даже люди уже там делятся калькуляторами, как посчитать этот буст, так что тоже можете найти у нас телеги, спросить в чате, думаю, вам помогут, как посчитать, сколько вы получите буста, имея там те или иные картонки, то есть, и сколько у вас там шадоу, или там даймонд картонок в колоде. Ну, скажем так, главное, чтобы у тебя плейн-карт не было в колоде, остальное пофиг там, не такой уж большой прирост. А, пойдем остальные паки пооткрываем. Заезжаем еще с пачкой паков. Я на самом деле, ну, после вот анонса, то что да, там, 1 сентября уже выйдет, понятно, я вообще перекрафтил на всех аккаунтах, просто покрафтил все плейн-карты, скинул их там на один аккаунт, потом всех их там зафоржил, выставил на продажи, там, продавал, перепродавал. В итоге, ну, нормально, на самом деле. Letfly, кстати. Нормально, на самом деле, получилось залутать. Самое прикольное, что сейчас, ну, сейчас, конечно, эфир упал, да, он упал, поднялся, упал, поднялся. Сейчас там у них слияние идет и всякое такое. Но очень неплохая сейчас комиссия идет. То есть, кто не шарит, да, то есть, когда заводишь бабки, условно говоря, с метамаска в иммунку, да, в иммунтейбл, тебе нужно платить комиссию. И когда выводишь, ты опять платишь комиссию, потому что разные лейеры, да, потому что, ну, по дефолту, по-моему, первый лейер мы торгуемся, а вот эта сеть, это второй лейер, то есть второй слой. И чтобы между ними переводить, нужно платить комиссию. Но самое прикольное, что комиссия супер прям классная. Я заплатил, наверное, доллары вообще. Хотя я выводил где-то, наверное, ну, не знаю, ну, последний раз, наверное, 120 или 130 долларов. И реально заплатил что-то там 1,4 доллара или 1,6 доллара, а потом уже сметы выводил в реал и заплатил вообще, типа, ну, я выводил там почти 700 баксов и заплатил что-то 40 центов, по-моему, за газ. То есть газ сейчас очень приятный, поэтому, поэтому круто. Это единственное, кто, возможно, если не следит, да, то есть сейчас достаточно приятно просто, просто работать с тем, что есть. Да, если вы там будете 10 долларов кидать, то тогда да, всегда неприятно. Но уже начиная там от 50-100 баксов уже такая, знаете, достаточно приятная комиссия. Не такая страшная, как была раньше, потому что я помню, когда я кидал там, по-моему, 50 баксов и платил 10 за то, чтобы перекинуться, это, конечно, было вообще жесть. Сейчас, по-моему, последний раз я вот кидал, по-моему, 50 баксов, и комиссия была тоже что-то там, доллар с копейками. То есть в среднем где-то от доллара, от доллара до трех. То есть, ну, больше я просто не видел уже, уже очень давно. Я достаточно много типа вывожу, завожу, постоянно там какие-то махинации проделываю. То есть... Комса стала поприятнее, это круто, реально. Ну что, у нас что-нибудь в паках интересное выпадет сегодня, или тут чисто так мы попиздеть собрались, но мы все... Ну ладно, она ничего не стоит, то есть там баксов 8, может, 10 максимум, но даймонд карта есть даймонд карта. Я даже немножко это сам, она еще так без звука появилась. Ну, прикольно, прикольно. Люблю. Ну вот, блин, не было такого еще, чтобы мне что-то годное не упало. Что-то в последнее время прям очень хорошо падают даймонд картонки, потому что до этого, ну, мне очень долго не падали даймонд карты. И тут прям каждый ивент я лутаю какую-то даймонд картонку, или там легендарку супердорогую, или даже не супердорогую. То есть каждый раз выходит что-то там на 10 баксов залутать. Это круто. Еще и бигулингблейд, он тоже что-то там 2 бакса стоит. Прикольно, хороший пак, мне нравится. Может, еще что-нибудь выбьем. Пойдет. Эмитролайз, Экос. Они сейчас очень подешевели, что Эмитролайз, что Экос, потому что здесь очень много стало, все покрафтили. Но я еще успел бы продавать их. Я еще Экосы, по-моему, по... Ну, что-то там, в районе долларов успел продать. Ну, именно Shadow версии. А сейчас они уже... Я уже как рыба в воде в этих вот картах. Я тут реально за последнюю неделю столько натрейдил, что чуть с ума не сошел. Ну, собственно, и сошел, возможно. Эпический пакетч. Экзорцизм пойдет, Тартасин Бладакс. Ну, это такое. Ну, и тут очень мало вообще паков. Ну, я смотрю еще примерно на то, что какие карты можно было бы зафоржиться, что... Какие могут стоить в Shadow версиях. То есть у меня теперь взгляд немножко по-другому расплывается. Я теперь оцениваю плейн-карты тоже некоторые прям хорошо, потому что очень большая разница. Ну, сейчас уже выравнивается, да? Но когда вот только заанонсили дейлики, можно было на... Ну, на свапе разном очень хорошо заработать. То есть я много картонных пересвапал. То есть там условно покупаешь за 20 там готсов, да? Продаешь там за 25, но в этом самом, но в эфире. Так вот просто перегоняешь готсов в эфир, и супер балдежно получалось. И чисто на разнице где-то там по 4-5 баксов чисто лута, понимаешь, я прям... О, нормально, репульсор. Ну, херня, на самом деле, они ничего не стоят. У меня их, наверное, штук 30, которых можно было бы покрафтить, и, наверное, даже доехать до даймонда. Хотя для даймонда 125, по-моему, надо. Ну, короче, все равно никто их не знает. Я как-то с ними играл. Забавная карта, я как раз собирал мага на эфире, да? Я как-то поиграл, но такое. И чекпоинт. Ну, чекпоинт неинтересно. И эпический пакетч. Ммм, волк. Волк пойдет. Образа лайн еще один тоже кайф, потому что, ну, это карта смерть, которую я люблю. И сейчас там использую эту картонку. У меня своего шадов-версия. Может быть, когда-нибудь до голды ее докрафчим. Но волчок тоже пойдет. Часто карта используется. И, может быть, кому-то даже загнать можно будет. Наверное, стоить что-нибудь даже в районе двух баксов, может быть, плюс-минус там. Поехал наш плановский сундучок. Так, 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 так. Врок отлично. Мерк ретрум. Ну, такое. Ну, врок кайф. То есть, если его когда-нибудь зафоржить, то пойдет. Ну, типа они недорогие, но я реально смотрю. Теперь на карту немножко под другим углом. То есть, если ты их много собираешь, даже если они нифига не стоят, ты крафтешь в шадов, потом еще в шадов, да. То есть, ты просто берешь количеством. И потом просто крафтишь. И тебе получается, что, ну, окупается твой крафт за счет, ну, выше качества карты, да. То есть, если ты крафтишь там с плейна, да, то, наверное, ну, не так особо, конечно, выгодно. Но это лучше, чем покупать какую-то карту на марке, платить там, условно говоря, за нее 20 центов, когда ты можешь заплатить 0,1 год и скрафтить такую же, да. По итогу все равно выходит выгоднее бахать именно с какого-то плейна. Если ты условно хочешь там себе какую-нибудь gold картонку, то на дистанции зачастую все равно получается выгоднее. Ну, и ты, как бы, заодно конвертируешь годсы в эфир. Поэтому, поэтому кайф. Rise of Death пойдет. Мне такое нравится. Это нравится. Skull King. Ну, тут полная фигня. Копеечки. Fighters for Guard, Militant, Saint, Injur Sprout. Ну, все полная хер. Полнейшая просто хер. Ах. О, Beguling Blade пойдет. Курса кайф. Warwakey нахрен не нужны. Ну, Beguling Blade. Нормально. Пойдет. Типический пакетч. Over the line. Unlucky Pact. Херня полнейшая. Ну, нормально. Нормально. То есть, в целом, на самом деле, ну, не супер доволен, конечно, лутом, потому что легендарка не упала. Сто упала одна даймонд картонка. И в целом там, наверное, ну, супер мало получилось. Зато всякие были в мифике, да. И я залутал почти со всех по 10, нет, даже 11, 11-12 готсов. Поэтому вообще пофиг. Типа вообще пофиг. Даже 46. 46,5 готсов за ивент. Это прям хорошо. Пусть и год сейчас в жопе в плане цены, да. Но все равно. 46 годсов. Это нормально. Ладно, я не буду считать. Просто на монтаже уже там добавлю итог. Что, что, по чем получилось. Ну, на этом, собственно, все. Мало, конечно, что мы обсудили, но по факту никаких супер новостей не было. Вот единственное, что про этот совет, где, конечно, полную херню. А, я там еще забыл сказать, то, что Араз Раб, он же Клей, он же Клей, да, сказал, что ну, про это вот доступность, да. То есть там, дектора, я тебе работаю всю херню. То, что людям оказывает просто ленивые. Кто не знает, правда, эти вот дектрекеры и так далее. Полную херню, на самом деле, сморозил, но мог бы сказать, что да, мы вот сделаем там, да, чтобы все было открыто, чтобы этот дектрекер был доступен всем. Ну, нет, но мне с этого просто сказал, что комьюнити ленивые, ленивых у шлепков, которые, ну, ладно, у шлепки он не говорил, а то меня еще засудят за... А, короче... Сами ебать виноваты. Идите, ищите, качайте любые программы, делайте, что хотите, нам похуй. Вот тут, короче, как-то так. Ладно, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, вступайте на наш телеграм-канал GoodGods, где все новости, конкурсы. Может быть, вас там в чате забанят за 100 годсов. Да. Все, всем удачи, всем пока.